С вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадим, и сегодня мы поговорим о донате на серверах Майнкрафта. Итак, какие вещи, какие вещи, то есть, можно донатить на серверах Майнкрафта, и это скорее совет именно тем, кто делает донат у себя на сервере. То есть, что вы можете продавать. Первое, Fly. Второе, Creative. Это вот первое. Это вот эти вот все админки. Все, никаких фальшивых админок. Никаких там суперадминистраторов, никаких там богов, никаких там героев, никакой вот этой вот хуйни не надо абсолютно. Просто, блин, две вещи, которые должны продаваться. Остальные, ну или не должны, а могут продаваться, в принципе. То есть, Fly и Creative. Fly как бы позволяет вам перемещаться там быстро и эффективно. Креатив дает вам, собственно, бесконечные ресурсы. Все, как бы. Это то, вот, круче креатива ничего вообще нет. Поэтому креатив должен быть дорогим, как бы, Fly. Ну, это вот как, вместе с Fly можно давать там спай-чат, еще какие-то штучки дополнительные. И так далее. Дальше, значит, кейсы. То есть, вот эти вот всякие лутбоксы, кейсы, там, лаки-блоки. Желательно также иметь бесплатные попытки открытия каждый день. Это, то есть, я вот советую вам. Если вы ставите там кейсы у себя дома, ну, в смысле, на своем сервере, то в таком случае давайте бесплатные попытки, чтобы, собственно, игроки, у них был смысл заходить туда и так далее и тому подобное. Дополнительные же можете там продавать. По 5, там, рублей, я не знаю, ну, российских, естественно. Просто, типа, есть еще украинская, ну, не знаю, что-то. Лучше уже тогда в долларах продавать, если честно. Но почему-то... Вот никогда не донатьте в российских рублях. Никогда просто. Лучше идите на зарубежные сервера и там долларами донатьте. Также можно давать ключи за ним... То есть, ключи к аутбоксам можно также давать наградой за ивенты. То есть, типа, давать дополнительные попытки открытия в качестве награды за какие-то там ивенты на сервере. Дальше, значит. Зона спаунчанка вокруг спауна под застройку. То есть, можно продавать зону вокруг спауна. Именно поэтому я считаю, что спаун не должен быть суперогромным. Вот это тот чувак, который был, типа, админом и пишет мне тут о том, что нужно большой красивый спаун делать. Нет, чуваки. Спаун должен быть, чтобы всё на нём было под рукой. Зачем нам смотреть на спаун? И так ясно, что этот спаун был построен грёбанными креативщиками. Это не определяет никак круто сервера, крутости и красота его спауна. Меня так это бесит. От этого больше ком полагает. Вы понимаете? Вот этот парень. Чувак, напиши мне. Почему ты считаешь, что спаун должен быть большим и красивым? Как это повлияет на вот мою игру на выживании? Ну ладно, если ещё хаб какой-то, то есть, чтобы пойти там на мини-игры, куда-то ещё, тот спаун может быть именно хабный. Ну то есть, не выживательный. Каким-то красивым и большим. Такой же обычный, он должен быть прежде всего функциональным, а не красивым и большим. Значит, престижный равьон близко к спауну и, короче, огороды растут. В чём прикол, что если у тебя будет приват близко к спауну, следовательно, ты сможешь быстро бегать на спаун для того, чтобы там себе что-нибудь купить, пообщаться с игроками и так далее и тому подобное. Это очень удобно. Можно даже к этим участкам подвести дорогу админ, то есть, подводит дороги от спауна ко всяким участкам. И то есть, пару дорог, естественно, за пределы идут. И в общем-то, в чём прикол, что типа он продаёт потом эти участки. И то есть, близко к спауну, значит, ты можешь по этой дорожке прямо вот официально подходить на спаун, там с админом общаться, ещё чего-нибудь. Также, то есть, много людей бегает рядом. Также, типа спаунчанки. То есть, постоянно у тебя там всё растёт. То есть, ты можешь поставить там ферму мобов, ты можешь поставить там обычную ферму, и она будет работать. Потому что рядом спаун, постоянно, пока игроки на севере есть, оно всё грузится. И ты получаешь, собственно, рост своих плантаций. А это очень круто, и это очень престижно на севере, потому что если ты уйдёшь далеко, то, естественно, там придётся тебе постоянно афкшить. А здесь тебе можно даже уходить и не афкшить. Дальше. Заход на север без очереди, на популярных северах. То есть, этот донат работает только на популярных северах, то есть, там, где не хватает золотов. Туда можно, короче, продавать, типа, привилегированный вход на сам север. И то есть, типа, чтоб не ожидать, но это, как я сказал, работает только на северах, где это критично. Где очень много людей. На каких-то старых и так далее и тому подобное. Так что, вот, имейте в виду, такое есть. Дальше. Продавать крутые, недоступные в выживании предметы. Напрямую. То есть, в принципе, можете продавать, там, супер какое-то копьё, типа, вот, как вот это вот. Бабах. И, типа, которая с шарпнесом тысячу. Например. Или же, там, с какими-то дополнительными, там, бонусами к скорости, к здоровью, там, к скорости атаки, к урону, к ещё чему-нибудь. То есть, это, в принципе, довольно прикольно. И такие вот дела. В принципе, в чём прикол? Вы можете поставить на этот предмет, например, чтобы он исчезал после смерти. Или же, чтобы он просто, ну, то есть, это предмет. Вы понимаете, что этот чувак, он может его просрать. А это ещё дополнительный плюс, потому что, вот, продал ты за 5 рублей, а вот потом он этот предмет просрёт и будет покупать новый. То есть, в отличие, если админку, кстати, тоже это временный донат, это временный донат, это вот постоянный донат. Это временный донат. Ну, естественно, один раз открыл кейс и всё. Значит, типа, вот это постоянный донат. И вот это вот тоже временный донат выходит у нас, потому что вещь можно потерять. Дальше, доступ к особым локациям и данжам. Да, доступ к особым локациям и данжам можно продавать, если там крутые награды, то есть опять же, те вещи, которые, например, в магазине продаются с донат, или же там, чтобы открытия кейсов давались, можно продавать доступ в данж, и вот в этом данже, то есть если тебе повезет, если ты его пройдешь, ты получишь, например, доступ к куче, кейсов, то есть гораздо выгоднее, чем здесь, но для этого нужно типа быть супер майнкрафтером, то есть так ты за 5 рублей откроешь один кейс, а так ты за 5 рублей сможешь получить 3, 4, 5 ключей кейса, и то есть, естественно, это будет соблазнительно для людей, и к тому же, то есть они будут именно играть, и это очень круто, это гораздо лучше, чем просто продавать ключи кейсов, можно вообще не продавать ключи кейсов, а давать их в каких-то данжах. Так что пользуйтесь, типа делайте, если у вас есть сервер. Дальше, дополнительный размер и количество приватов, да, это тоже критично, и когда я еще очень давно играл в майнкрафт, то там такая штука была, то есть на серваке реально випка давала дополнительные приваты, и практически больше никаких бонусов не давала. Вот, и это довольно прикольно, поэтому, как бы, тоже советую продавать дополнительные блоки в приват отдельно, от випок, от всего остального. И я уверен, что какой-то чувак, если это будет дешево, то есть реально дешево, но за деньги, и я уверен, что кто-то будет покупать, потому что это навсегда, то есть, как бы, просто тебе лимит привата повышают, и это круто. Ну и на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Пишите, что еще можно сделать, за что еще можно с игроков на серваке стянуть деньги, и насколько это... На какой из этих доната вы лучше, на какой бы вы задонатили, пишите. Всем спасибо за просмотр. До свидания.